Повестку национального Курултая продолжим обсуждать с нашим экспертом. К нам присоединяется руководитель проекта ТИМ Казахстан, Улжав Сулеймен. Улжав, здравствуйте. Ну, вот после Курултая, какие тезисы, на ваш взгляд, тезисы выступления президента, как руководителя молодежного объединения, вы для себя можете отметить? Важные. Учиться, пользоваться всеми возможностями искусственного интеллекта, изучать. И что радует, у нас очень много представителей молодежи, которые делают различные проекты на базе искусственного интеллекта, которые закончили наши вузы, зарубежные вузы. Они уже достаточно результативны. И я думаю, то, что затронули тему искусственного интеллекта, это очень правильно и в нужное направление. И одно еще направление, которое меня обрадовало, это креативная индустрия, потому что наши ребята очень отличаются своим креативом. Можно сказать, завоевали свою позицию на пространстве. Разные мнения по поводу того, что это такое вообще. Не все иногда понимают, потому что действительно такая отрасль широкая. На ваш взгляд, что такое креативная индустрия, как ее, каким образом развивать в Казахстане? Потому что обратили внимание, хорошо. Как вы это себе представляете? Вообще, университеты давно, давно уже нашим университетам пора давать не теоретические только знания, а развивать навыки. Creative skills, навык креатива, именно креативное мышление на данный момент считается одним из важных навыков. И на данный момент мы уже знаем, что у нас много разных звезд, которые, пользуясь просто возможностями соцсетей, благодаря своему креативу, стали очень популярны на мировой арене. И я думаю, это направление нам обязательно нужно усилять, когда у нас много таких креативщиков, светлых ребят, которые занимают свою позицию. И я думаю, в этом вопросе также должны подключаться и вузы. И тогда мы сможем достичь более качественного и более высокого результата. Ну, помимо вузов, законодательства, может быть, да? Вот что сделано уже в вопросе этом? И что еще нужно? Да, нас радует. Мы, наши коллеги с разных платформ, также с платформы Курлтая, с платформы Молодежного совета, с разных платформ поднимали вопрос налагообложения. Насколько я знаю, сейчас принят именно, насколько я знаю, льготная облегченная форма налогообложения для креативной индустрии. Я думаю, это уже хороший результат. И также создан департамент при Министерстве информации, департамент, который курирует креативную индустрию. Достаточно очень компетентный человек его возглавляет. Она достаточно хорошо знает креативную индустрию. Не просто стандартный человек, который далеко от этой сферы нет. Хорошо знают ребят, кто в креативной индустрии. И эти изменения нас уже радуют. И поэтому я считаю, что такими, если мы инструментами будем поддерживать наших креативщиков, мы сможем достичь более качественного результата. Да, это было бы здорово, потому что вот и в регионах, потому что центры креативной индустрии, наверное, есть только в больших мегаполисах, там в Астане, в Алматы, да, но вот говоря о регионах, наши талантливые, ну как бы во всех сферах люди, да, они все-таки с регионов приходят, как это доказывает, опыт показывает, а там вот нет даже центров каких-то креативной индустрии. Вот в этом вопросе что-то сделано? У нас сейчас открываются как бы частные креатив-хабы, и нужно открывать и со стороны государства тоже поддерживать. Они открываются, я, насколько знаю, это есть в планах. Это обязательно нужно делать. Почему? Если мы хотим, чтобы наши спортсмены развивались, мы должны строить спортзалы, спорткомплексы. А если мы хотим, чтобы наша креативная индустрия развивалась, мы также должны создавать инфраструктурную поддержку. Также мне бы хотелось бы отдельно отметить строительство дата-центра. Президент отметил про строительство дата-центра. Если мы хотим развивать вообще IT, цифровизацию и искусственный интеллект, также другие направления, нам обязательно нужна инфраструктурная база. А это именно дата-центры, чтобы хранить эту информацию и обрабатывать. Поэтому если у нас будут современные дата-центры, это будет еще одной причиной, чтобы притянуть иностранные IT-компании, которые даже с пространства СНГ уже переезжают на территорию Казахстана. Я думаю, таких мы сможем подтянуть еще больше, если у нас будут современные дата-центры. Я думаю, это тоже один момент, который стоит отметить. Да, вопрос инвестиций, он сложный, многогранный. Но надеемся, что все задуманные планы будут реализовываться такими хорошими темпами, не как сейчас. Спасибо большое. С нами был Ужас Сулеймен, руководитель общественного молодежного объединения проекта «Тим Казахстан». Благодарю.